Музыка Как-то в разговоре с доктором Ватсоном Шерлок Холмс посетовал, что, к сожалению, вещи могут рассказать о людях гораздо больше, чем люди о вещах. Вот этот парадокс литературный, он же и философский, когда-то стал для меня проблемой научного исследования. Мир вещей повседневности, которые действительно очень много о нас знают, очень часто скрывают то, что знают. Хотелось его проявить, распознать, и этот затерянный континент, затонувшую Атлантиду, как-то вывести на поверхность, если говорить очень громко. А вообще, меня, правда, с детства интересовали ближайшие вещи, которыми ты играешь в детстве, потом они становятся игрушками, но уже для взрослого. Об этом писал Ролан Барт о том, что мир детских игрушек – это законсервированный в миниатюре мир даже взрослых уродств. Маленькая девочка уже получает целиком всю свою роль домашней хозяйки, она играет в домашние маленькие кухни с маленькими пупсиками. Потом, вырастая, она просто другой размер получает тех же самых вещей. Поэтому и маленький мальчик готовится к своей миссии воина, и все люди, которые в детстве получают вот этот законсервированный мир буржуазных ценностей, наверное, никак не расстаются с игрушками, они окружают нас всю жизнь эти вещи. И вот когда-то, действительно, в конце, наверное, 19-го, начале 20-го века, эта тема стала и для философии, и для социологии, и для культурологии по-настоящему важной. Может быть, первой, самой главной фигурой был Фернан Брадель, французский историк, который написал книгу «Структуры повседневности». И там он говорит, что понять, скажем, Вольтера сегодня по-прежнему несложно. Мы бы и с Платоном, наверное, и с Аристотелем нашли общий разговор. Но вот если бы мы могли попасть в Ферне, где жил Вольтер, и хотя бы на один день оказаться там, в этом маленьком доме, посмотреть, как убирают за собой люди того времени, как они готовят еду, как они укладываются и спать, то между нами, говорит Брадель, пролегла бы пропасть в самых разнообразных предметах, в самых разных ритуалах. И поэтому, как попасть на эту другую планету, на которой действительно вещи совершенно иного рода, в Музее времени мы видим, что за поколением мы уже забываем вещи, не знаем, как ими пользоваться, что они такое собой представляют. Как попасть на эту машину времени, чтобы, правда, попробовать понять уже не логику Вольтера, а вот этот способ его отношения к жизни. Вот это стало темой научного интереса для Браделя, для представителей французской школы аналов-историков, для социологии повседневности, для Макса Вейбера, который, правда, ругал повседневность, называл ее тупой, гнетущей, низкой, для Мартина Хайдегера, который, напротив, показывал, что вот даже в самой нелепой ерунде, например, сплетнях, толках, досужих разговорах на скамейке, тоже есть по-настоящему научная ценность. Ведь всегда в толках или слухах, говорит Хайдегер, речь идет о чем-то важном, предметном, о самом-самом, о том, что так захватывает мое внимание. И поэтому мы так расслабляемся на научных лекциях и так неожиданно приободряемся, когда речь заходит о сплетнях, о нашей с вами персоне. Поэтому вот и Хайдегер, и Брадель, и Шуц, например, основатель социологии повседневности, и многие другие, ну, не просто воскресили интерес к этой теме, а они по-настоящему ее вывели на первое место, на повестку дня. В середине XX века ситуация по-настоящему переломилась, и прошла волна, можно сказать, вот такой микроистории, микросоциологии повседневности. Наверное, как психоанализ в смежных областях знания, вот эта тема повседневности перетасовала все карты и переставила акценты в научном интересе. Если мне, например, вспомнить мое советское детство, я сразу вспомню сотни вещей, которые современному мальчишке смысл их уже не объяснишь. И автоматы с газированной водой, например, и магнитофоны с бобинами настоящими, и разные детские штучки, которые сами часто дети делали собственными руками. Все это такая ушедшая вселенная, другая планета. Наоборот, если мне посмотреть на те вещи, которые интересуют современного подростка, ну, не имея в виду даже киберпространство, то, наверное, я буду чувствовать себя каким-то аборигеном в мире сверхновейшей цивилизации. Поэтому встреча миров, такое путешествие на машине времени, на другие планеты, вот то, что в этой теме по-настоящему захватывает и увлекает. Однако, если говорить научным языком, и вот от повседневности перейти к самой вещи, конкретной вещи, которой я пользуюсь, то здесь нужно и подобрать соответствующую терминологию. Что такое «вещь» в русском языке? Мы употребляем слово бессмысла часто, но если мы заглянем в этимологический словарь, мы найдем, что «вещь» — это то, что вещает, то, что о себе рассказывает, то, что заявляет даже громко. Вот все знают это русское выражение с восклицательным знаком. Вот это «вещь» имеется в виду, что это что-то дельное, задевающее, по-настоящему необходимое. И поэтому «вещь» — во-первых, это речь. Большинство предметов имеют говорящие названия. Холодильник — то, что делает холод, например, теле, визор теле, на расстоянии то, что доносит нам визор, видение. И поэтому большинство вещей, как сказочные предметы, скатерть, самобранка, кавер, самолет, они заявляют о своей функции. Поэтому анализ вещей — это анализ языка. В мире рекламы мы знаем вообще часто, вещь столько сводится к языку и риторическому тропу. Что она нам дает, мы не знаем. А то, что она какая-то увлекательно суперплоская, суперчерная, супернавороченная — вот это то, что нам реклама просто как чистую речь подает. Во-вторых, «вещь» — это, как я бы сказал, перефразируя Карла Маркса, это ансамбль вещественных отношений. Имеется в виду, что каждая вещь как-то соединена с другими. Она, например, как компьютер, находится в сети, подключена к электрической цепи, она вступает в отношения с множеством других гаджетов, так что, например, к одной вещи сразу целая серия, целая технология, а потом апграйд бесконечный, все это присоединяется. И поэтому, изучая конкретную вещь, ты изучаешь, правда, вот такие целые страты, сферы современного бытия, что тоже очень увлекательно. От одной вещи ты моментально оказываешься в целом музее, и потом, правда, в какой-нибудь огромной реальности социальной, сконструированной целиком, очень сложно, как матрица в одноименном фильме. И поэтому принципы устройства, вещи говорят нам что-то о мире в целом. В-третьих, как бы я сказал, опять же, слегка не перефразируя, а прямо цитируя славу Ижижика, «вещь — это вещь из внутреннего пространства». То есть в действительности вещь невещественна. То, что мы имеем как некий наличный материал вещи, это самое неценное в ней. Если бы золото было просто как руды железной, то золото и стоило бы соответствующее. Если бы, например, эти вещи было бы можно изготовлять из другого блестящего материала, а не из золота, ну, как для аборигенов, например, которых привлекает просто блеск, мы бы тоже не заметили этой подмены. Поэтому где бриллианты искусственные, а где естественные, вряд ли может разобраться обыватель. Только рекламист, только маркетолог, только человек, который определяет наши вкусы, скажет, что это модно, это ценно, это в этом сезоне будет особенно необходимо. И поэтому материал вещи, собственно, какая-то ткань, состав, ее не имеет значения. Имеет значение только то, что на эту вещь смотрит в завистье другой человек. Ну, собственно, здесь вступают свои права, гегелевская диалектика желания, потому что каждая вещь — это вот такой маленький объект притяжения. Если бы деньги другие люди не желали точно так же, как и ты, никого бы они эти деньги не заинтересовали как таковые. Если бы эти, опять же, редкие какие-то камни, редкие вещи не были предметом такого модного спроса, и ты бы не смотрел на них с обожанием и завистью. Можно сказать, что вещь как будто бы намагничена человеческими желаниями. И вот когда эти желания перетекают, как снова в моде, например, эффект обесценивания вещи, или намагничивание смыслом, тогда это полностью определяет и моё отношение. Ну и поэтому вещь действительно — это объект из внутреннего мира, из невидимого мира. Чтобы понимать, в чём по-настоящему важное в этой вещи состоит значение, нужно понять, какая именно структура желания, какая вот эта вот правда намагниченность эмоциями в ней присутствует. Ну вот если переходить к вещам современного мира, каждый может порой из карманах найти множество таких вещей, ну а женщина, например, просто опустошив свою сумку, вытряхнув её, увидит, сколько там много примет цивилизации, вот этих маленьких модных объектиков, магнитиков её желания. И каждый тогда обнаружит, соответственно, что в этих вещах, в этих маленьких объектах нашего желания весь присутствует спектр идеологии, социальной реальности. Там нет ничего случайного. Все эти вещи такие парадигматические, они что-то говорят нам о системе ценностей в нашем обществе. И поэтому возьмём сотовый телефон как самый показательный для меня пример. Есть вещи, которые нас дополняют, как протезы, например, действительно дают нам большие возможности, как вот знаете, такой экзоскелет, который даёт больше мускулатуры. Есть, соответственно, вещи, которые нас умоляют, ослабляют, делают невротиками, и превращают нас в рабов своих технологий. Для меня предметом такого вот именно анализа является сотовый телефон. Я бы определил его как такой гаджет, бодрияровская словечка, вещица, то есть часто бессмысленная вещица, гаджет. В нём, как в капельке в этом телефоне, отражена вся матрица современных отношений. Но для меня это прежде всего такая потеря личной свободы. Часто я слышу разговоры, такие жалобы друзей. Например, я впервые в этом году попал в зону где-нибудь в отпуске, где нет сотовой связи. Как же я отдохнул? Какое счастье было провести три дня без сотового телефона? Встречный вопрос, который задаю, напрашивается. Почему 365 дней в году так не проводить? С большей долей свободы и независимости. Вопрос риторический. Понятно, что это вот такая цена, которую мы платим за включение в социальную реальность, потери личной свободы. Если помнят граждане, которые меня слушают, слушают, что как только сотовые телефоны появились, то каждый владелец, находясь в общественном месте, чувствовал себя как-то неудобно. Для того, чтобы взять, правда, и в полный голос начать разговаривать в общественном месте эту свою трубу, нужно было переступить маленькую психологическую черту. Теперь такой проблемы нет, потому что сотовых телефонов столько, сколько граждан, и потому что это превратилось в такую настоящую психологическую манию. В психоанализе есть понятие невроз, а есть понятие нормоз, когда невроз или психоз стал общим местом. Но, как это опять же нас учит психоанализ, это все откладывается, вытесняется в область бессознательного. И поэтому вот это вот два дня без телефона, два дня без такого социального прессинга воспринимается как настоящее удовольствие. Мелочь, к сожалению, всего лишь несколько дней, которые можем позволить самим себе и для самих себя. Ну, такие же другие предметы нашего современного мира, говорящие, значимые. Например, жевательная резинка, вроде бы ерунда, пожевал и выбросил. Но, например, 80-е и 70-е, это была особая технология, как ее жевать, когда она изживалась, как добавить сахар, чтобы еще можно маленько было пожевать, я помню, мальчишкой. Как привезти из заграничной поездки несколько ластиков, хвалиться перед другими. Это был как джинсы, например, как винил из-за рубежа, предмет особого спроса. Меньше говори, больше жуй. Собственно, жизненное правило скорее, чем просто предмет. Еда. Немцы говорят, что человек есть то, что он ест. Человек действительно есть то, что он потребляет, то, что он принимает, как алкоголь, который развязывает ему язык. Поэтому анализ, например, философии еды или философии напитков – особо отдельно интересная тема. Автомобиль – главный по Абодрияру, кстати говоря, предмет номер один, означающий в современной культуре. Потому что это и предмет особой мужской гордости, это и вечная, вы помните, похвальба количеством лошадиных сил и мощностей. Это, конечно, предмет особого социального значения. Он о твоей табеле, о рангах, о иерархии говорит что-то. И поэтому Мерседес, Бентли, Запорожец – всегда это была еще такая маркировка человеческого статуса. Поэтому это действительно верховное означающее, которое очень много говорит нам о человеке, о его амбициях, о его желаниях. Разные другие предметы, которые мы держим в руках, которые нас часто при этом контролируют. Все это очень интересная тема для анализа, начать которой, конечно, мне не позволяет объем маленькой лекции. Но каждый может заняться самоанализом и попробовать разобраться в том, что окружает его лично, и в том, как говорит Карл Маркс, что «что такое деньги?» говорит Маркс. «Деньги – это вот такая власть, которую мы носим в собственных карманах. Поэтому предметы, которые мы действительно имеем, на ближайшем расстоянии протянутой руки в философском смысле имеют нас, контролируют нас, оказывают на нас очень мощное воздействие. И каждый попробовал бы разобраться, это было бы очень интересной темой, в том, на каком поводке, на каком особенном режиме, контакте с этими вещами находится он лично». Редактор субтитров А.Семкин